приветствую всех приехал ко мне пакет сейчас вместе будем смотреть что в нем находится открываем аккуратно я вообще знаю конечно что в этом пакете поэтому так аккуратно и дело поскольку здесь вещь такая которая можно повредить легко ножом и так это часы часы сейка сейка 5 я думаю что многим эти часы уже знакомы эта модель очень долго я выбирал какую купить вот в этом цвете или зеленые выбрал все-таки вот такой вот цвет как более универсальный вот такая вот штука у них сзади это они просто запотели поскольку у нас на улице уже холодно и пока я доехал от почты до дома на машине часы уже стали очень-очень холодными поэтому в теплой квартире на них конденсат оседает сразу но как вы видите конденсат этот только снаружи то есть вовнутрь никакая влага не проникает а такие вот механические часы на таком матерчатом ремешке в подробностях я расскажу об этих часах в отдельном видео на данный момент это просто распаковка приехала ко мне коробочка вот такая сейчас будем распаковывать если бы вы увидели что написано на тех бумагах которые наклеены на эту коробку я думаю что вы наверное сразу бы догадались по по крайней мере многие из вас что в этой коробке находится поскольку там написано помимо моего имени моего адреса еще и имя продавца а это имя знакомо многим вроде получилось открыть будем сейчас смотреть здесь у нас вот такая вот коробочка я думаю что большинство мужчин большинство парней уже поняли что в этой коробочке в этой коробочке нож производства фирмы изи если я правильно говорю называется этот нож а виспо давайте смотреть вообще это родственник вот этого ножа будут конкретно для этой модели это дальний родственник поскольку это китайская а копия ножа ontario red 1 точнее даже не копия вот здесь написано модель 3 поскольку копия это не точная она больше оригинала поэтому дальний родственник оригинал антарио рад это вот как раз близкий близкий родственник вот это вот ножа фактически разработчиком ножа антарио рад является человек который владеет вот этой вот фирмы изи и соответственно и оригинал вот этого ножа антарио рад 1 и вот этот нож сделаны по его дизайн давайте будем смотреть вот такой вот нож здесь у нас пластик это не g10 здесь же 10 используется здесь пластик хотя в принципе наверное обо всем об этом я расскажу обзоре пока просто посмотрим на сам нож ну лично мне он нравится я вообще люблю ножи с фреймлоком вот с таким вот замком для тех кто не знает скажу что вот такой замок называется лайнер лог а вот такой несмотря на то что он похож на вот этот называется он фреймлок ну что он сказать ребята нож приятный стон уж такой качественный сделал на нем крупный мне нравится сведен уж очень тонко сравнение с китайцами нож хороший хороший я уже вижу несмотря на то что он очень дешевый из дешевой серии но все у него хорошо для такого бытового использования это конечно не коллекционный экземпляр не полочник но тем кто покупает ножи именно для того чтобы их использовать они для того чтобы положить в коллекцию тому такой нож понравится нож на самом деле хороший строй клинка спирпойнт по моему так он называется замок фреймлок заходит на начало пятки клинка то есть с этим все в порядке клипса переставляется на все четыре стороны подвода достаточно ровная за . тоже ровно в меру ровно я бы так сказал вообще такие ножи в разных исполнениях выпускаются то есть есть с рукоятками разного цвета есть с черным клинком ну я выбрал такой вариант он мне нравится больше долго говорить я о нем не буду поскольку как обычно это бывает в распаковках я только показываю товар который ко мне приехал обзор этого товара будет отдельным видео идти после того как я им попользуюсь уже рассмотрю его во всех подробностях вот такой вот очередной пакетик ко мне приехал маленький маленький здесь должен быть ремешок для часов не знаю какой не знаю из чего поскольку заказывал я их много ну будем сейчас вместе смотреть открывая все это дело новым ножом поскольку как я уже говорил мне нужно его протестировать попользоваться им делаем все аккуратно чтобы не повредить ремешок это у нас вот такой вот тканевый ремешок натовский зеленого цвета я собирался его ставить на часы с эйка которую я уже показывал в распаковке вы наверное уже видели но что-то мне кажется что этот ремешок шире чем нужно я честно говоря почему-то думал что у нас эйка на тех 22 миллиметра ширина ремешка ну давайте посмотрим да на самом деле я ошибся ширина ремешка меньше здесь намного то есть мне этот ремешок не подходит к этим часам но ничего страшного я найду куда его применить в принципе часов много поэтому разберемся рассмотрю его получше одену его на какие-нибудь часы из своей коллекции скорее всего упадет на на какие-нибудь китайские часы только вчера ко мне пришел один маленький патетик сегодня пришел второй такой же практически такой же как я уже сказал в предыдущем видео я заказал очень много ремешков поэтому здесь вот еще один ремешок будем смотреть здесь у нас здесь у нас ремешок тоже в стиле нато но из искусственной кожи предыдущий был из стропы скажем тогда тканевый ну что в общем то за те деньги которые я заплатил за этот ремешок он неплох единственное что меня смущает вот насколько все это дело крепкое внешне выглядит неплохо главное чтобы часы у меня с руки не свалились если вдруг порвется и не потерялись где-то тела понюхал он естественно кожи не пахнет то есть в данном случае не стали пытаться обмануть как тогда сильно но запах такой мягкий и достаточно приятный то есть никакого резкого запаха химии здесь нет нормально вполне ремешок на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки и до новых встреч